Ну а мы продолжаем. Наташ, а какие игрушки, ну скажем так, из сознательного детства ты помнишь? Угу. Так, ну я помню радугу, помнишь? Такая пружинка была, по лестнице ее можно было спускать. Да, конечно. Потом что еще там было? Тетрис, по-моему, волк, который яйца ловил. Тоже электронная игра. Ну нет, там на самом деле много всего было, а что? А вот, например, кубик Рубика. Собирала? Собирала, но, честно говоря, я в этом не очень сильно. То есть не мастер? Мне не хватает терпения. Ну а вот наши гости, которые к нам уже пришли, еще какие мастера, причем собрать быстро и правильно кубик Рубика, это вам, не хухры-мухры, это целый вид спорта, который называется, знаешь как, спид-кубинг. Давай знакомимся с гостями, узнаем об этом побольше. Доброе утро. Доброе утро. Представлю, это Андрей, Анна, Илья. Самое доброе утро вам. Доброе утро. И куча кубиков Рубиков. Да, куча мала, и все разные. Есть вот и кубики, есть и какие-то двенадцатиугольники. Рассказывайте про вид спорта. Спид-кубинг первый раз слышу, честно. Ну, спид-кубинг уже появился давно. Вообще, кубик был изобретен Рубиком еще в 77-м году, и с тех пор стали появляться разные разновидности. Например, кубик 4 на 4. Но это вот этот, да? Нет, это вот этот вот. А, четыре маленьких квадратичков. И более крупные его собратья. Четыре вот тут и четыре здесь. Пирамидка появилась еще раньше. И также еще есть Мегаминкс. Это вот этот двенадцатигранник. Мегаминкс? Это что-то из современного, да, же кубика Рубика? Хорошо. Вот я сейчас... У меня, наверное, с пространственным воображением не так хорошо, как у некоторых. Я понимаю, как собрать кубик вот этот. У моей бабушки в детстве, когда я к ней приезжал, у нее такой кубик лежал. Я его пытался собирать. У меня никогда не получалось. Это нормально, Наташа? То есть, если у меня не получалось, это нормально. Дальше. Я не понимаю. Я, конечно, готова поспорить, но расскажи дальше. Я не понимаю. Вот посмотри. А скажите, пожалуйста, что сложнее собирать? Ну, на самом деле, все они очень схожи в сборке. Даже вот этот? И собираются примерно как кубик 3 на 3 обычный. Ну, разве что они чуть-чуть сложнее. Ну, если мы говорим о виде спорта, то наверняка должны быть какие-то соревнования. Участвуете? Да. Да, но в официальных соревнованиях мы пока не участвовали. Вот. Но очень хотим со временем попробовать. То есть, есть официальные, есть неофициальные? Ну, да. Официальные соревнования проводит Международная Федерация Спидкубинга? Ну, да. Видишь, ты такая есть. На кубок кубика Рубика. Кубок кубика Рубика. Ты пока приедешь, ну, выговоришь, собственно, само название, уже нужно тренироваться. Давайте слово дадим девушке. Анна, как давно занимаетесь подобным видом спорта? Ну, меня еще мама научила в детстве собирать, когда мне было лет 7. Но я не собирала тогда на скорость. Вот, а года 3 назад я нашла в интернете группу по скоростной сборке. Вот узнала, что у нас в Ярославле тоже есть спидкуберы. И пришла навстречу. А какой ваш личный рекорд? Ну, кубик 3 на 3. Самый быстрый был 26,5 секунд. 26,5 секунд? Ну, я тут самая медленная среди всех. Время выше. Я его, наоборот, сейчас разбираю для чего-то, да. Мы узнаем это через минуту буквально. Я еще вот это хочу разобрать. А давай еще дадим слово Илье. Илья. В общем, рассказывайте, каких успехов добились на этом поприще? Ну, начало собирать 2 года назад где-то. Личный рекорд 18 секунд. 3 на 3. 18 секунд? Вы сегодня поражаете мое воображение. Просто как это можно собрать 18 секунд? Хорошо. Вы математики, получается, по складу ума, правильно ведь? Ну, нет, там больше машинальный струк как-то вот. То есть автоматизм получается уже? То есть вы не по цвету собираете, а по какому-то алгоритму? И так, и так. И вы запоминаете некие разные композиции, да? То есть... Да. Это память тренируют, наверное, все время. Ну, это да. Я бы хотел услышать, наверное, все-таки от Андрея. Может быть, более профессиональная какая-то такая вот. Ну, это скорее больше тренирует мелкую моторику. Вот. Но также есть сборка кубиков слепую. И вот это действительно сильно тренирует память. То есть несмотря на кубик? Да. Несмотря на кубик, собрать кубик, да. Очень весело. В общем, ребят, я вот хочу мужчинам дать один... Одному дать вот мегамикс, а второму дать кубик на сколько тут? На 16. 4 на 4. 4 на 4, да? Ну что, сколько вам нужно времени? Давайте вначале... Нет, я еще не дал команду. Давайте вначале, Андрей, вот вы. Сколько секунд? Вы на чем-то все специализируетесь, наверное, да? Я на 3 на 3. 3 на 3. Давайте 3 на 3. Запутайте. Так, а вы вам под силу, да, собрать? Ну что же, готовы? Запутайте. Давайте, я запутаю. А что вот это за штука? Расскажите мне пока. Это специальный таймер, который замеряет время. Чтобы время пошло, нужно коснуться его двумя руками. И точно так же остановить. То есть это для двух участников? Нет, это для одного. Для одного. То есть мы замеряем время, сколько мы будем собирать, да? А двумя руками одновременно коснуться это вот так, да? Да, и еще... Доставьте. Доставьте. Отключить надо вначале. Хорошо. То есть я даю команду. Нужно коснуться, дождаться, пока будет гореть зеленая лампочка, и после этого отпустить. Хорошо. Ну что, будем ставить эксперимент? Да. Ну что, я готов касаться. Нужно подольше держать. О, все. Поехали. Так, ну что у нас? 2 секунды, 3. Вот так правильно. 5, 6. Ты сильно запутала там? Я тут старался. Смотри, как я запутал. Даже ничего не получается. Я уверен, что не будет личного рекорда как минимум. Миша. Смотри, ничего не получается. Миша, не сбивай счастливых. А вот там, вот там... Смотри как. Хоп-хоп-хоп. Смотри, желтая грань получилась. Зеленая практически. Я могу вам, господа, сказать, что не очень-то получается, если честно. Мой личный рекорд... Все? О, так, 30. 30 секунд. 30 секунд это, ну, так, разлиночка. Я считаю, что достойно, знаешь. С утра так встал за 30 секунд, раз, быстренько собрал, 3 на 3. Смотри, видишь? Ну ты сильно запутал просто тут надо... Как ты думала, как на международные соревнования, допустим, ехать? Это ж тебе там-там настоящий профессионал запутал. То есть ты решил стать тренером? Я решил стать судьей... По скоростной сборке кубиков. Судьей международной категории на кубке Кубика Рубика, который будет проходить вот где-нибудь. Кстати, вот, например, Наманна может рассказать, пока Андрей мучается. С моим кубиком. Анна, расскажите, где будут проходить ближайшие соревнования и куда вы поедете, собственно? Ну, мы пока никуда не собираемся. Так. Вот, просто там многие результаты гораздо лучше, чем наши. Очень много человек собирают меньше, чем за 10 секунд. За 10 секунд? То есть это все тренировки? Угу. Опа, есть. Ну вот, знаешь, сколько, Андрей? Минута 25. Как тебе? Ну, не очень-то не очень. Но есть куда расти, это самое главное. Я знаю, мне кажется, очень. Я бы за вечер не собрала, поэтому Андрей, вы молодец. Нет, в любом случае, ребят, вы все молодцы. Хвала вам и почет за то, что, я не скажу, возрождаете, но продолжаете правильное дело игры в кубика Рубика. Да. Здорово. Нет, мне очень понравилось, правда. Ну, и нам осталось только вас поблагодарить за визит. Наш генеральный спонсор программы «Чай Бета Ти» совместно с нами дарит вам этот небольшой сувенир. Еще раз спасибо. Успехов вам. Привозите золотые медали в Ярославль. Хорошо. Продолжаем эфир. Самого доброго утра. Продолжаем. Продолжаем.